Здравствуйте друзья. Мой недавний обзор, лучшая Zigbee розетка переходник с энергомониторингом на 3680 Вт, в котором я рассказал про интересную модель NAS VR01B, вызвал большой интерес и как следствие много различных вопросов и уточнений. Поэтому я решил снять вторую часть видео, в которой постараюсь ответить на них, а также наглядно показать разницу в работе розетки в зависимости от версии прошивки. Я не буду повторять уже сказанное в первой части видео, а если вы его не видели, ссылку я оставлю в описании. И сразу отвечу на вопрос, связанный с работой на мощных нагрузках. В розетку из первого обзора я специально подключил электрогриль, один из самых мощных моих бытовых потребителей, который работает ежедневно и достаточно долго. Этот скриншот снять на дату проведения тестирования, здесь видно, что потребление работающего гриля составляет более 1800 Вт и он уже успел накрутить почти 6 кВт часов, то есть более трех часов работы на такой мощности. Розетка прекрасно работает на этой нагрузке, даже не греется. Думаю это более наглядно, чем просто визуальный осмотр. Вторую розетку NAS VR01B я специально купил в другом магазине, даже выбрал синий цвет вместо оранжевого. Думаю что не открою секрет, если скажу, что в экосистеме TUYA, внешние функционально идентичные устройства могут иметь различные ID производителя, а это может привести к тому, что к ним будут применяться различные алгоритмы работы, так произошло и в этом случае. Цвет пластика внутренней части розетки это единственное внешнее различие с устройством из первой части видео. Если бы я выбрал оранжевую версию, визуально они бы не отличались вообще. Для наглядности я буду проводить сравнительное тестирование этих двух розеток, в совершенно идентичных условиях на одном и том же ZigBee координаторе. Для начала для проверки нужно подключить устройство в родную систему TUYA Smart. Для этого нужен совместимый с TUYA шлюз, у меня это Ethernet версия от Moes. Не самая бюджетная, но проверенная и надежная. А есть модели, которые сопоставимы по стоимости с этой же розеткой, так что с точки зрения обновления прошивок, можно рассмотреть вариант покупки. Розетка определилась и подключилась нормально, напомню что для сопряжения нужно удерживать кнопку, пока на ней не начнет мерцать светодиод. Тут есть одна характерная деталь, изображение устройства в виде схематической картинки, а не фотографии как это бывает обычно. При запуске плагина сразу прилетает обновление для ZigBee модуля версия 1.0.10. Его то я и установил при съемке первой части видео, но сейчас я целенаправленно, пока ставить его не буду, чтобы провести сравнительный тест. Отключаю розетку от шлюза TUYA и переходим к ZigBee 2MQTT. Сначала посмотрим на обновленную розетку из первой версии. Номер модели будет один и тот же TS011F, он относится к многим розеткам, например Blitzwolf BVSHP15. А вот ID производителя может отличаться. Обратите внимание, что в описании тут написано только Power Monitoring. Как я и сказал в начале, я уже успел накрутить на этой розетке около 6 кВтч, по этому значению и легко будет отличать первую розетку от второй. Тесты будут проводиться на ZigBee 2MQTT версии 1.22.2, а координатор на базе модуля CC2652P с версией прошивки от 14 ноября 2021 года. Теперь пора подключить вторую розетку. Пошло подключение. Некоторое время займет процесс интервью. Розетка поддерживается штатно. Обратите внимание, тут в описании написано Power Monitoring by Pulling, то есть происходит опрос устройства. Вскоре после подключения начнут обновляться данные. Вид закладки экспозиция в ZigBee 2MQTT одинаков для обоих розеток. Устройство моментально реагирует на переключатель, тут все в порядке. Проведем тестирование поведения после восстановления питания. Первая розетка. Тут ID производителя заканчивается на DE0G. Тут применяется конвертер, который получает данные от розетки без запроса. Тут установлено помнить последний режим. Новая розетка ID производителя заканчивается на ZSAZ и для него применен конвертер с принудительным опросом. И тут аналогичный режим. Обе розетки включенной диоды светятся. Отключаем питание. Первая розетка восстановила состояние, а новая включается и сразу выключается. Один из частых вопросов был как раз про такое поведение розетки, как видим это нормально для стоковой прошивки. Теперь включим на обеих розетках режим всегда включать после восстановления питания. Проверим работу сначала из включенного состояния. Первая розетка включилась, а вторая как и на первом тесте отключается через секунду. Теперь выключим обе. Первая включилась, а вторая вообще никак не отреагировала, осталась выключенной. Скорость обновления данных энергомониторинга в реальном времени. Первая розетка шлет данная сама, интервал отправки обновлений 5 секунд. В принципе его можно еще уменьшить, но это может привести к излишней загруженности сети. Вторая розетка на стоковой прошивке должна опрашиваться вручную и тут интервал составляет 30 секунд. Конечно, если изменение состояния произойдет перед отправкой такого запроса, то и изменение произойдет очень быстро, но для следующего обновления статуса придется ждать полминуты. Так что прошу меня извинить за несколько затянутый тест. Для наглядности я не стал его ускорять и провел в режиме реального времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Думаю, что причин для обновления прошивки более чем достаточно, поэтому снова подключаю новую розетку к шлюзу в Туи. Я смарт и сразу перехожу к обновлению прошивки на версию 1.0.10. Процесс довольно длительный, так как Zigbee сеть имеет низкую скорость передачи данных. Это сделано для повышения энергоэффективности, ведь при обычном использовании передаются лишь короткие команды и статусы. Подключаю уже с новой прошивкой. Залетает нормально. Управление работает. Сразу проверим корректность работы режима сохранения состояния. Обе розетки включены. Переключаем питание. Обе включились. Проблема автовыключения ушла. Теперь тут все работает корректно во всех режимах. Но вопрос с обновлением данных энергомониторинга не закрылся. Данные все также обновляются раз в 30 секунд. Дело в том, что для розетки все еще применяется конвертер для старой прошивки с принудительным опросом. Это нужно исправить. Нам нужен вот этот конвертер. Будем искать его по ID производителя. Переходим в файл конвертеров на гитхаб проекта zigbee2mqtt. Ссылку я оставлю в описании. Находим этот ID. Он входит в общий список под названием TS011Fplugs. Теперь ищем по названию этого списка. Вот собственно конвертер, который применяется для всего этого списка розеток с таким описанием. Копирую его. На его основе делаю отдельно внешний конвертер, уже конкретно под эту розетку. Система будет применять его для устройств с этим ID производителя и моделью. Вот эта часть кроме ID розетки просто скопирована с гитхаб. Начало и конец стандартное для конвертеров для Tuya. Конвертер сохранен в виде текстового файла, который я назвал по ID производителя, с расширением GS. Он сохранен в корневой папке аддона zigbee2mqtt. Конфигурация аддона его нужно прописать в разделе внешних конвертеров и перезапустить Z2M. Теперь розетка работает через этот конвертер, подтягивая его описание. Вместо опроса теперь система слушает сообщения от устройства, которые приходят каждые 5 секунд. Все работает как и с розеткой с первого обзора. Ссылку на этот конвертер вы найдете в описании под видео. В ходе проведенных тестов я постарался максимально наглядно показать разницу в том, как розетка NAS VR01B работает на разных версиях прошивки. Думаю что ответ на вопрос нужно ли обновляться, я дал исчерпывающий. Также это тестирование хорошо показывает особенность устройств экосистемы Tuya Smart, связанную с тем, что у функционально идентичных устройств могут быть разные ID производителя и к чему это может привести. В сухом остатке. Эта розетка оказалась ничуть не хуже той, что рассмотрена в первом видео, но для этого ее нужно обновить и подключить через внешний конвертер. Если вам попадется такое же устройство, но со своим уникальным ID можно применить этот же метод. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Продолжение следует...